Работа без зарплаты. С такой ситуацией столкнулся житель областного центра Андрей Сазанов. В июне 2020 года он устроился в кафе на полставки инженером технического обслуживания. Однако на этой должности по факту не работал. Выходил только на подработки, например, охранником или оператором караоке. И зарплату полностью ему ни разу не выдали. Платили за смены. Отсутствие зарплаты работодатели объяснили трудной финансовой ситуации. А позже выяснилось, долги у них были и за аренду. С 1 декабря арендодатель поменял замки и запер все. Все это кафе. О, успех. Никто не работал, никому ничего не платили. Трудовые забрать никто не мог. Потом они переехали. Так я больше и не выходил на эту работу. Они переехали в феврале месяце. В апреле прошлого года Андрей из злополучного кафе уволился. Всего работодатели задолжали ему более 50 тысяч рублей. А позже узнал, с октября его трудоустроили там же. Фиктивно. Мужчина утверждает, в такой же ситуации оказались еще порядка 11 человек. В прокуратуре пообещали, с проблемой обязательно разберутся. Мы проведем проверку по вашему обращению совместно с специалистами Государственной инспекции труда. Дадим оценку действиям и бездействия вашего бывшего работодателя и примем меры к тому, чтобы заработную плату вам заплатили в полном объеме. О жительнице Владимира Ирина Душко заявила, ее вынуждают уволиться. Женщина трудится в аптеке сервиса по доставке лекарств. В январе этого года ее попросили уволиться из-за сложной финансовой ситуации. Просьбу работодателя Ирина не выполнила и к делу привлекли службу безопасности сети. В ней ее обвинили в хищении со склада лекарственных средств, якобы в сговоре с супругом, который ежедневно встречает ее с работы. Когда открывали склад, очень много товара не пришло, но они его все равно привели. И он так и висит у нас на складе, как в потерях, можно сказать. И вот эти все потери, они сказали 75%, мы повесим на вас. Сначала я сказала служба безопасности, которая приезжала, а вчера мне это сказала региональный представитель. Еще одно обращение поступило к прокурорам от жителя поселка Боголюбова Дмитрия Бонова. Он более 20 лет трудится в ОКБ дезинфектором. С первых дней пандемии работал в красной зоне. Все ковидные выплаты он получил, а вот при расчете отпускных работодатели их не учли. Но были обязаны, согласно постановлению правительства. Я обратился к своему начальству, они мне сослались на постановление, распоряжение от 30 октября 2020 года, что якобы там ничего не указано. А распоряжение 2021 года уже указано, где брать деньги и кому оплачивать. Также Дмитрий не получил и увеличенную компенсацию за неиспользованный в 2020 году отпуск. В прокуратуре пообещали внимательно ознакомиться с законодательной базой и проверить законность таких действий. Подключится к разбирательству и трудовая инспекция. В этот орган жалобы по вопросам работы в пандемию приходят до сих пор. Возникают споры между работником и работодателем по выплатам. То есть работник говорит, что он работал фактически в таких условиях, а работодатель ему не выплачивает, аргументирует тем, что нет, вы не работали с больными ковидом. Вот такие в основном были обращения. Но здесь, конечно, в пользу работника в основном решалось. Всего сегодня в надзорное ведомство с жалобами пришли семь владимирцев. После рассмотрения их обращений прокуроры проведут проверку работодателей. Продолжение следует...